Я вас приветствую! Сегодня мы будем говорить о женщинах, выбравших не самые типичные профессии для своего пола. Они бросают вызов стереотипам и доказывают, что любая профессия – это вопрос не гендера, а призвания, таланты и ишенности. Мы узнаем их истории, с какими трудностями они сталкиваются и как они преодолевают преграды пути к успеху. Итак, у нас в гостях мастер спорта по самбо Дарья Влах. Дарья, добрый день! Здравствуйте! И старшая группа разминирования – Алена Бездна. Алена, добрый день! Добрый день! Итак, начнем с девушки, которая поближе ко мне. Даша, почему ты решила отдать всю себя спорт? Мне очень нравится спорт. Я люблю борьбу. С детства я всегда была спортивной девочкой и решила попробовать, что такое самбо. И уже 10 лет тренируюсь. Мне очень нравится. И я достигла больших высот. Какие? Расскажи, пожалуйста. Ну, я стала мастером спорта в 17 лет. Я многократно выигрывала чемпионаты Молдовы и становилась призеркой и чемпионкой Европы. Также я стала второй на чемпионате мира по самбо. Хорошо, спасибо. Алена, быть сапером – это далеко не женская работа. Это далеко не то, чем должна заниматься женщина и чему должна себя посвятить. Вроде бы женщина для нас – это, если брать еще с нашего детства, с воспитания, нам прививали женщину. Это, которая состоит отчаток, это женщина, которая воспитывает детей. Но вы почему-то выбрали именно это направление – быть сапером. Почему? Ну, во-первых, я пошла в армию и не сразу стала сапером. Сначала я выбрала армию. Это тоже раньше были стереотипы. Тоже женщины не берут. Сейчас уже эти стереотипы устаревшие. В силу, наверное, моего характера у меня с детства было неспокойно. Мне предложили попробовать. Сначала я проходила теорию, потом меня взяли на практические занятия. Мне это понравилось. Понравилось инструкторам, как я все выполняю. И решилась. И вот у меня получилось. Есть такое выражение. Сапер – это профессия, когда человек ошибается один раз. Второго шанса нет для ошибки. Нет. Мне страшно идти на дело, скажем так. Нет ли такой боязни, что это будет в последний раз? Нет. Просто если есть такие сомнения, то лучше вообще не идти. Потому что супер в первую очередь должен принимать правильные решения. Нужно им быть мужественным, храбрым, внимательным. Поэтому если ты сомневаешься или что-то не устраивает, лучше не идти. Потому что одна ошибка может стоить не только твоей жизни. Потому что мы не по-одиночке, мы работаем в группе. И от тебя зависит жизнь других людей. Поэтому, если есть какие-то сомнения, лучше даже и не пробовать. Сколько человек в вашей группе? Семь. Семь человек. Не могу не задать вопрос. Прежде чем стать сапером, работать по специальности, наверняка что-то заканчивается. Что заканчивается? Да, у нас есть. Сейчас создали специальный центр по подготовке саперов в саперном батальоне в Негрештах. Там инструктора обучались и здесь, и за границей. И проходишь первый уровень, второй, третий уровень. Это все сдаются экзамены. Очень строгий и серьезный отбор. Поэтому учебу можно научиться, если есть желание, и есть тему. Девушки есть среди обучающих? Девушки есть. Есть. Но, знаете, как сказать, учиться это одно. А когда идешь в поле и в реальности, это другое. Поэтому пробуют все, почему нет. Пробовать можно. А вот уже как дальше пойдет, это уже другой вопрос. Зависит от вас. Конечно. От самого человека зависит. Сможешь и морально, и психологически. Это не так легко. Поэтому все зависит от человека. А пробовать почему бы и нет. Пробовать. Даже те же знания, что ты приобретаешь, они помогут когда-нибудь в чем-то. Тем более это военное учреждение. И для военного знать что-то новое и другой специальности. Это нормально. Даша, кто вас вдохновлял и кто был вашим пумиром, что вы решили отдаться целиком и полностью спорту? Ну, мой папа был тренером по самбо и дзюдо. И также мой тренер является многократным чемпионом мира. Благодаря нему я достигла высот, и он мне очень сильно помогал. Хочу сказать ему большое спасибо. Я его очень уважаю. Он много чего мне дал. И, наверное, его настойчивость и помогла мне тренироваться. Супер. Алло, с какими трудностями вы сталкиваетесь в своей работе? Бывают ли вообще трудности? Трудности бывают больше от гражданского населения. В каком плане? В плане в том, что они до конца не понимают, насколько это опасно. А, вы имеете в виду, если, допустим, в огороде они что-то не будут? Бывают в огороде, или даже, когда приезжаешь по месту, знаете, иногда бывают адекватные люди. А зачем? А я бы мог сам. Это бывают некоторые такие. А так в работе у меня группа сложенная. Мы работаем много лет, знаем характеры друг друга, притерлись. И поэтому трудностей нет. А вот чуть-чуть с гражданским населением, хотя национальная, наверное, всегда предупреждает. Это есть в рекламах, всегда предупреждает. Если вдруг что находит, надо оповещать структуру. Ну, пока люди не совсем осознают, что это действительно, это очень опасно. От этого зависит жизнь. Ваша группа размещена, насколько я знаю, в Кагуле, да? Да. А ваша площадь, какую площадь Симолдовы, вы получаете в Курьёзе, да? Юг. Юг – это и Кагаузия в том числе? Чемшли. Камрад, Чемшли, Вулкан, Эштейн, Кантемир, Лёва, Джуджуле, что уже в ту сторону. Весь юг – это зона моей ответственности. Может быть, вспомните за прошлый год, какие виды были у вас разминированы? Ну, в прошлый год я была с командировки, поэтому… Много, что помнить. Много, что помнить. Хорошо, давайте возьмем тогда 22-й год. Так сразу не вспомнила. Самое крупное моё разминирование было в 2019 году – второй клей. Мы вытащили 530 снарядов. А так по мелочи, как бы, один, два, три я их не вспоминаю уже. У меня больше идёт калибр и количество. И когда приходит сообщение о том, что вот в каком-то месте есть бомба, я не знаю, как это там правильно называется, как нужно себя настроить на то, чтобы всё получилось? Ну, процедура там более такая. Приходит телеграмма, мы делаем документы. Водитель, каждый имеет свои обязанности. Я, как начальник группы, делаю документы. Водитель готовит машину к выезду, готовит имущество, принадлежности, всё, что надо. Медик берёт по своей части, и у нас обязательно не будет. Но я всегда при выезде говорю с Богом. Так вот, я привыкла почему-то при выезде. Пока меня это не подводило. Спасибо. Даша, я знаю, что ты девушка, которая занимала немалые реками, занимала высокие места. Единственная девушка в Гагаузии, которая так прославила Гагаузию. Маша, скажи, пожалуйста, тренировки тебе даются с трудом? Я знаю, что ты занимаешься три раза в неделю. С трудом не даются тебе тренировки? Ну, когда я только пришла в зал, было трудно, потому что много чего не умела. Но сейчас я уже тренируюсь много лет, я уже привыкла. И каждая тренировка – это только удовольствие. Но ты, когда идёшь на тренировку, ты единственная девушка там? Сейчас – да. Ну, есть в младшей группе, как бы, маленькие девочки, которые тоже тренируются, у которых получается тоже и приходят. И получается, ты, если идёшь на тренировку, то ты, скорее всего, тренируешься с ребятами молодыми, да? Да, я тренируюсь со взрослыми ребятами. Со взрослыми ребятами, да. И всегда ты их ложишь на лопатки? Ну, как всегда. Но бывают моменты, когда могу взять балл, два, но у них намного силы больше. Мужская сила отличается от женской силы. Они намного сильнее. И трудно. Но всё равно попытаться надо. Ну, как ты думаешь, они поддаются тебе? Конечно, моменты, конечно, поддаются. Но есть мальчики, которые тренируются со мной во всю силу. И благодаря этому я на соревнованиях выхожу в финалы и показываю результат. Супер. Ну, я тебе скажу, что я тебя часто, о тебе читаю в интернет-пространстве. Когда ты ходишь по городу, узнают ли тебя люди? И какова их реакция? Ты замечаешь реакцию людей? Да, все совершенно здороваются, всегда здороваются. Всегда спрашивают, когда у тебя соревнования, какие результаты, в какой стране я была в последний раз. Так. Ты у нас недавно откуда приехала? Я недавно была в Кыргызстане на чемпионате мира. Так. Расскажи нам, пожалуйста, как прошло соревнование. Соревнования прошли успешно. Я стала серебряной призеркой, получается, чемпионата мира. Браво. Я была с моим тренером, Куру Петром Федоровичем, и с Сашей Неду. Он также стал третьим. Тоже очень хорошо отборолся. Борьба была очень сложная. И наша сборная Молдовы привезла только две медали. И из них эти две медали только я и Александр Неду. Но соревнования прошли удачно. Мы очень много тренировались, мы гоняли вес. И соревнования прошли отлично. Супер. Алёнашка, задаю вам вопрос. Ваша работа это 100% стрессовая. Как вы со стрессом боретесь в вашей работе? С стрессом? Ну, я иногда бегаю. По вечерам, получается, да? Ну, или как? Или рано утром? Рано утром. Чтобы устать и целый день не думать о стрессе. А так, в основном, я стараюсь шутить, чтобы многое. И ребята начинают смеяться. И как бы шутки, как говорится, помогают жить дальше, веселее, интереснее. Ну, ещё пока справляемся. Хорошо. Ну, как вы относитесь к стереотипу, что сапёр это всё же мужская профессия? Ну, насчёт этого уже стереотип этот устарел, потому что сейчас женщины берут везде. Как бы я не думаю, что это какая-то что-то такое сверхъестественное. Нет, я так не считаю. Какие меры предосторожности вы используете при вашей работе? Есть ли какие-то меры? Есть, конечно. У нас, мы даже когда выезжаем, мы всегда подписываемся по мерам безопасности. Эти меры безопасности написаны на крови, поэтому их менять никто не меняет. И их строго придерживаются. Они всё-таки зависят от, когда приходишь на место и снаряд смотришь, и уже по форме снаряда, какой взрыватель, какой тип снаряда, калибр. И от этого меняются и меры безопасности. Потому что есть взрыватели, разные взрыватели, которые реагируют на телефон, кто на шум, какой на... Это очень долго, много об этом. То есть нужно знать всему об этом? Конечно, это нужно знать. И почему сначала приходят саперы, сначала осматриваешь территорию. Там уже есть и снаряд большого калибра, уже зону, очерчиваешь зону, большую зону предосторожности. Поэтому там на месте всё определяется. Но меры безопасности должен знать каждый сапёр, как дважды два-четыре в математике в школе. Поэтому это очень строгое. Меры безопасности – это первое, что нужно знать и что нужно соблюдать со стопроцентной гарантией. Даша, какие навыки при аберрационной спорте помогают вам в жизни? Есть ли они вообще? Ну, борьба, самбо-то, получается, помогает тебе в любой драке. Она вообще помогла очень много раз. Ты имеешь в виду не на ринге, да? Да, не на ринге. А вот на тренировках, когда мы тренируемся, самбо это вообще… не знаю, с чем сравнить можно. Ну, с чем ты сравнила? Не знаю. Мне очень нравится такой вид спорта. Ты всю энергию туда, в этот вид спорта, и всю злость, и ты приходишь домой уже спокойно. То есть, пока все сидят в гаджетах, в интернете, ты у нас в зале занимаешься, да, получается? У нас много ребят тренируются в таком возрасте, как я. И у них тоже большой результат. Какой момент в твоей карьере вызвал у тебя наибольшую гордость? Вот за весь период твоей тренировки, вот чем ты гордишься больше всего? Может, где-нибудь ты выступала? Ну, я горжусь вообще, что у меня очень хороший тренер, что благодаря нему вообще я умею бороться. И еще то, что я смогла, переборола себя и вышла в финал на чемпионате мира. Когда я ехала на чемпионат мира, была ли надежда, не знаю, может быть, было ли какое-то ощущение, что ты реально приедешь с какой-то победой? Ну, я выезжала на чемпионате в Грецию, я боролась, но я проиграла там. Это было в 2022 году. А когда я летела в Кыргызстан, как бы, мы готовились. Я думала, что проиграю, и было неожиданно, конечно. Я три встречи подряд выиграла, и все девушки были сильные, все были подготовлены. За выход в финал я боролась с израильтянкой. Она была очень быстрая. У нас счет был 0-0, и получается, на последних 20 секунд, так можно сказать, я смогла взять один балл. Она была очень быстрая, я не успевала ничего делать. Но вот со всеми силами, там, тренер кричал. И где-то надала слабину? Тренер кричал. И на скольство, спросите. Да. Тренер накричал, я услышала, что нужно выиграть, и со всеми силами играл. Ален, давай представим момент, или вспомним момент из своей работы. Когда вы выехали на поле, то есть у вас, вы когда выезжаете, есть какой-то план действий, так? Да. А вы выезжаете на поле, и все идет не по плану. Как вы справляетесь с этой ситуацией? Мы меняем план. На месте. Да, у нас тоже было, даже вот староклеи тоже вызвали на два снаряда, вытащили 530. Потом в один год было у вас здесь, в Камрадском районе, в Чукмайдане себе, при выезде в сторону Бессарапки, там тоже поле было. Мы тоже нашли вроде бы один снаряд, мы когда начали, там мы обязаны проверить зону 300 метров радиуса, потому что так написано. Это вот мы вытащили, еще штук 20, мне кажется. И уже, ну, у меня машина большая, у меня стоит 9 снарядов. У нас предназначено, как бы всегда предусмотрено для транспортировки, большой ящик с песком, как положено. Поэтому. Ну, вы их, получается, находите, вы их на месте разминируете, да? Посмотря в зависимости от местности. И если большое количество, я не смогу, все, потому что рядом все зависит от факторов, да. Ну, для этого есть транспортировка ящик с песком, снаряды перевозятся. Есть специальные меры, как правильно их перевозить. У нас есть для этого, там, в песке, чтобы они не шевелились. Все, внимательно смотришь и уже смотришь и по состоянию снаряда. Там есть свои. Был он в дуле, вылетел он, заряжен. Там есть свои нюансы. Есть такие снаряды, которые нельзя даже шею трогать. Как, особенно, гранаты ручные, они идут более нежные к этому, к смещению. Поэтому есть, бывает такое, что мы взрываем прямо на месте, если снаряд невозможно двигать в сторону. Ну, эти все снаряды, которые вы находите, они с каких времен там? Сентром мира появления. То есть, за все это время их только вот сейчас находят, получается? Ну, как говорится, земля их выталкивает. Как получается, идут дожди, пахается земля. И, как бы так, говорят, что земля выходит на поверхность. Есть, может, какие-то склады были. Или линии огня, где стояла артиллерия. Вот, их засыпало. Или разные бывают, из-за чего они так появляются. Есть ли какие-нибудь ритуалы, когда вы выйдете на это дело? Я не знаю, да-да-да. Забыдаете какие-то ритуалы? Ничего такого, да? То есть, главное, сложная работа, чтобы они все. Да, сложная работа. Каждый должен знать, что он должен делать. И это 100%. И меры безопасности. Это в первую очередь соблюдение меры безопасности. И должен понимать, что коллега. Конечно. И жизнь коллеги тоже зависит от себя. Поэтому, самое главное у нас, это сплоченность группы. Если группа не сплоченная, как рак, щуга и лебедь, то ничего из этого не выйдет. А у всех, у семерых коллег ваших, вы седьмая, получается, да? У всех разные характеры? Разные характеры. Это, как говорится, разминирование, это боевая задача в мирное время. Так и выходит это. Наступаем на голову и идем работать. Поэтому, да, а потом, пускай, высказывают и мне, и выслушаем, обсудим. Но во время работы все выполняют поставленную задачу. Никаких «но», «может быть», «а если…» Даша, какие ритуалы у вас? У нас? У нас нет ритуалов. Вообще ничего нет? Там, может, плюнуть через левое плечо, я не знаю. Как бы, просто желаем друг другу удачи, не бояться. Как бы, поверить в себя, что все получится. Наверное, вот я, когда выхожу на соревнования, я про себя вот говорю сто раз, я выиграю, я выиграю, я выиграю. И это помогает. То есть ты себя так настраиваешь, получается. Вот ты вот, вот скоро назовут твое имя, да? И вот я про себя вот так, я выиграю, я выиграю, так сто раз. Помогает, помогает, да, реально. За время, за вот эти годы твоей тренировки приходилось и получалось так, что ты ломала конечность? Да, я повреждала, у меня очень сильно болели ноги, они были забиты, я много бегала, а потом я повредила сегельный столб, он очень болел, мне очень было трудно ходить, у меня была сломана рука, да. Потом я чуть-чуть там сломала себе этот ухо, чуть-чуть сломана, но никто не видит. Потом что... В основном у меня были проблемы вот с ногами. Я очень жаловалась на ноги, я лечила, мазала, делала разные массажи, потом спина начала болеть. Ну, спорт это так. Многие болят почему? Потому что бегаете много или что? Потому что сильная нагрузка, мы даем нагрузку и вот... И еще когда гоняешь вес, бегаешь, ноги забиваются. Очень больно ходить потом. Будут дети в будущем отправивших в спорт? Ну, думаю, да, конечно. То есть ты считаешь, что это нормально, когда девушка занимается спортом, особенно таким видом, как самбо? Ну, в этом виде спорта очень много женщин, честно. Просто у нас в Камрасе я одна. А так это очень много девушек. И маленькие, и взрослые, и женщины есть. Очень много. Даже вот когда у нас соревнования, чемпионат Молдовы, у каждой девочки есть соперница. В каждой из своей категории есть девушка. То есть получается, в некотором роде, вот то, что ты ходишь на тренировки и тренируешься с ребятами, оно в некотором роде тебя, наверное, стимулирует, я даже не знаю. Это же получается совсем другой уровень тренировок. Ну да, так можно сказать. Но я тренируюсь, как и все. Вот как все ребята тренируются, я также тренируюсь. Такая же нагрузка у меня. Столько же времени тренируюсь. И тренер тебе никаких поблажек не делает? Нет. Как ты девушка? Нет, не делает. Не делает. Алена, не могу не задать вопрос. Вот профессия сапер. Своим родственникам пожелали? Нет. Почему? Я родственников просто слишком хорошо знаю. Они просто не справятся. Лучше... Пускай ждут меня дома. Не справятся, потому что у них характер другой? Характер другой, да. Характер другой, да? Ну, это и опасно. Я бы не хотела быть на месте своей мамы, например. Вот у меня вопрос. Вот мама как провожает вас на работу? Каждое утро? Да. Каждое утро. Ну, просто когда у меня выезд, я ей не говорю. Я говорю, когда я уже возвращаюсь домой. Когда уже обратно едем. Маме сказать, мам, все хорошо. Я была. Все сделала. Кстати, по-моему, в 23 или 22 год, помните, мальчик, школьник с Баурчи обзванивался, что он делал? Говорил о заменировании школы. Да. Вы выезжали тогда? Нет. Этим занимается Тирубом. Это полиция. У них другая специфика чуть-чуть работы. Вы выезжаете, то есть, получается, там, где поляра, вот там? Выезжали снаряды со времен Второй мировой войны. Только старые снаряды, гранаты, да, когда минируют школу, у них там свои процедуры, этим занимаются они. Сколько времени, допустим, вам сообщили о том, что была найдена граната, и оказалось, что она еще в действии, да? То есть, ее надо взорвать. Сколько времени должно пройти, и какова вообще процедура вот эта? Приходит телеграмма, в первых, в ночное время. У нас запрещено выполнение работы обезвреживания, потому что это по мере безопасности. Плохая видимость. Ночью ты не знаешь, что там рядом может быть. Так, к нам приходит телеграмма, мы выезжаем в дневное время. Если вечером приходит телеграмма, мы выезжаем на следующий день. Но полиция обязана маркировать зону и оставить на охране. Охраняют до нашего приезда обязательно кто-то. Полиция, МЧС, неважно кто. Но кто-то должен находиться и не подпускать людей близко к этой зоне. Так, приезжаете вы на следующее утро. Мы приезжаем, мы уже выполняем. Полиция уезжает, мы выполняем уже свою задачу. Ну, вот сколько длится именно этот процесс? Я не могу точное время сказать. Полчаса, час? Меньше? Больше. Там нужно определить, какой снаряд, тип взрывателя. Если даже граната, взрыватель в ней нет, чеки или кольца нет. Это уже другая. По ходу действия определяешь по месту сразу, какие меры ты должен принять. Уничтожать на месте или можно забрать у нас на полигоне в части. Уничтожать. Даже если граната и она очень опасна, ставятся баррикады, мешки с песком, чтобы действовать взрывательность. Если рядом есть дома или что-то обязательно. Это долгий процесс. Так что несколько часов. Где-то полный. Да, да. Даша, какие у тебя еще предпочтения помимо спорта? Есть они? Я в этом году сдала бакалавр. Да. И поступила на юридический. И в дальнейшем хочу учиться. И там. Почему вы на юридический? Решила попробовать себе что-то новое. Что-то интересное. Ты считаешь, юридический это интересный? Ну да. Я так думаю. Хорошо. А спор дальше будет? Ну конечно будет. Я не угрожаю. Так же будешь выезжать? Так же будешь представлять Молдову за границей? Да, да. Все таки как было, так и будет. Как вы поддерживаете баланс между физическими и умственными нагрузками? Вопрос к обеим. Да, Даша. Не должны шмейся. Наши физические нагрузки больше, чем у меня. Как бы и в школе успевала, и на тренировки успевала. Как бы на это время хватает. Тренировки не так много времени у меня забирали. Получается я в день тренировалась, полтора часа мы тренировались. А все остальное время я была, училась в школе, в лицее, в спортивном лицее. Алена? У меня умственных нагрузок тоже. Я, когда у меня есть свободное время, всегда читаю литературу по профессии, по специальности. То есть, получается, повышаете свои знания? Повышаем. Это и надо. Потому что сейчас, как в 21 век, все компьютеризировано, создаются новые снаряды, новые, все что угодно новое. Поэтому старое, все устаревшее. Да, это, его не надо забывать, но также нужно изучать и просвещаться, изучать что-то новое. Поэтому. Ну, вообще, вот в самбо, как бы, там нужно думать. Вот какой бросок ты сделаешь, что ты, какой прием ты сделаешь. Тоже очень нужно думать. Нужно аккуратно. Да, ты должен знать, что он вперед. Какая борьба у него. Что сделать так, чтобы не повредить себе что-либо. Тоже нужно быть... Ален, за время Вашей работы с сапером, была ли ситуация, которая устрашила Вас немножко, испугала Вас? Был ли момент в Вашей работе? Пока, вроде, тут вот было, как говорится, не было. Такого все и шло по плану. Будем надеяться, что и не будет. Надеюсь, так и будет. Слава Богу, было все хорошо. Да. Какую роль в Вашей жизни играют принципы и моральные установки, и как они помогают Вам в жизни? Опять же вопрос к обеим. Алена. Принципы. Если бы я не была такой принципиальной, может быть. Не то, что принципиальной. Даже не знаю, как это назвать. Ну, все-таки, сила характера, наверное. Принципи есть. Любишь добиваться цели. Да. Да. Если я поставила себе цель, ну, быть, поцелуй, я ее добьюсь. Как тяжело бы мне это не было. Через что бы я ни пришла, но я этого добьюсь. Не знаю, это принципи или черта характера, как лучше это называется. Даша. Ну, я тоже так думаю, что нужно всегда идти до конца, идти до своей цели. И смотреть только вперед, ни назад не оглядываться. И не слушать, там, чужое мнение, что говорят про тебя, что, типа, это не тот вид спорта, это для мужчин. Чужое время вообще ничего не значит. Главное знать. Если тебе нравится, то занимайся этим видом спорта. Конечно, заниматься тем, я считаю, что это полезная работа. И для общества, и вообще саперы, как бывают, что находят, ударят люди, умирают. Я считаю, что это полезная работа. Так же, как и у Даши. Спорт, это представляет страну. Все-таки о Молдове узнают не только и о городе Камраде, аж за рубежом, аж на мировом уровне. Ну, конечно, бы хотелось поднимать флаг Гагаузии, но так как в Молдове, поднимаем молдавский флаг. Ничего страшного. В любом случае, мы проживаем в Молдове, и вы должны. Ален, я знаю, что вы недавно приехали из ГОСОВ. Расскажите, пожалуйста, что там проходилось? Ну, мы там тоже занимались... Это как попущение квалификации? Нет, это была миссия, миротворческая миссия выходит по поддержанию мира. Там был конфликт в 99-м, там вооруженный конфликт. Мы занимались именно тоже как по профессии разведка территорий, чтобы не оставались снаряды. То есть выполняем тоже, да? Да. За границей, получается? Да, тоже чуть-чуть было тяжело. Там местность другая, там горная местность. Здесь, в Молдове, мы с этим не сталкивались чуть-чуть. Ну, слава Богу, вернулись живые, здоровые, целые и не вредители. Да, все было хорошо. Там тихо, конфликта нет. Люди тоже там очень доброжелательные. Поэтому проблем не было ни с населением. Выезжали, выполняли свои задачи и возвращались обратно на базу. Понятно. И теперь, если можно, вот камера ваша. Начнем с Даши. Даша, почему девушкам нужно заниматься спортом? В общем говоря, не конкретно о самбо, а именно спортом. Ну, спорт поможет тебе вообще в будущем. Типа, у тебя должна быть всегда в форме. Спорт – это вообще главное в жизни. Я считаю, что каждая девушка должна уметь постоять за себя. Не только словесно, я думаю, но и дать кому-то сдачу. Вне зависимости, это женщина или мужчина, да? Да, да. Алена, почему девушки, если хотят, пусть занимаются мужским делом? Если нравится, почему бы и нет. Как бы, если есть цель, есть желание. Я не считаю это зазорным или что-то, выходящее из рамок. Давно уже нет рамок. Если специалист, не важно, какого он пола, в какой национальности, или какой вероисповедавания. У нас одно – спасать жизнь людей. И я думаю, это самое главное. На первом месте, на первый план нужно поставить результат от твоей работы. А уж какого ты пола, это уже второстепенные вопросы, и они не имеют значения. Если твоя работа важна и помогает обществу, я думаю, этим нужно заниматься. Несмотря ни на что. Что ж, благодарю вас за участие в программе. Сегодня у нас в гостях были представительницы слабого пола. В данном случае не слабого пола. Считается слабый пол. По физиологии. Да, которые ставили перед собой цель, ставили, ставят и будут ставить перед собой цели, и будут их достигать. Это Дарья Влах, мастер спорта по самбо, и Алена Безман, старшая группа «Разумирование». Вы смотрели программу «Лазу» на новостном портале «Лах.НД». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok